Вот столько руководителей, так почему там, наверху, никак не могли все-таки определиться и то ли у нас заблуждение не вводить, то ли обещание. Мехуборка работает или не работает, здесь должен быть ответ всем ясен и мехуборка должна быть ясна. Монополия всю жизнь имеет недостатки. Это весь мир уже признал. Есть антибонепольный комитет, есть конституция, есть право. А у нас социально ориентированное рыночное отношение. Выбора нас вы лишаете. Навязывайте условия, которые мы сомневаемся, лучше и не хуже. Монополия – это плохо. Должно быть право выбора, должно быть конкуренция. Если ее нету, ждите проблемы. Поэтому я хотел бы, чтобы этот протокол внесли, а потом через какое-то время эти слова или сбудутся, или не сбудутся. Дай Бог, чтобы они были у нас в этом. Поэтому не надо говорить о законе. У нас много законов принималось, а потом они оказывались недостатками. Но вы самый главный закон Конституции нарушаете наши права, которые мы имеем. Конкуренция – забыли. Монополия – где у нас антибонопольный комитет, который должен свое слово сказать? Вопрос деятельности мехуборки. То есть на сегодняшний день у нас ее деятельность незаконна. Это однозначно прописано у нас в законодательстве, что сначала установление единого тарифа рекоператора, а он установлен и введен в действие с 12 августа. При наличии соглашения с субъектом, а наше соглашение было подписано 23 января 2018 года, иные организации осуществляют деятельность по транспортированию ТКО не вправе. То есть то, что вас вводили в заблуждение, это не вы виноваты в этом. Ну, просто мы сейчас говорим о том, что с 1 января все должны перейти на правильную систему. Что касается правил коммерческого учета, давайте немножко эту тему тоже обсудим, потому что я часто это слышу. К сожалению, такого термина по факту больше нет. Ну, и вот, я не знаю, был ли он, не был. Его нет термина по факту. У нас есть два способа, три способа. По нормативу накопления, по лимитам образования, норматива образования лимита на размещение. Это то, что утверждают крупные предприятия, бизнес, средний предприниматель не подпадает. И третье, по количеству контейнеров и их вместимости. То есть это прописано в постановлении 505 правила коммерческого учета.